Память святых отцов Первого Вселенского Собора. И всегда на этот день читается Евангелие от Иоанна 17 глава с 1 по 13 стих. Ну так что, просто даже уразуметь о чем говорит Иоанн Богослов очень трудно. Вот святитель Иоанн Златоусте немного разъясняет эти места. Берет слова Отче Святый, соблюди их во имя Твое. Но почему Господь непрестанно говорит, я не в мире, и так как я оставляю их, то поручаю их Тебе. И когда я был в мире, я соблюдал их. 12 стих. Кто станет понимать эти слова, просто тот придет ко многим нелепостям. Возможно ли в самом деле допустить, чтобы Его действительно не было в мире, чтобы отходя Он поручил их другому? А те слова сказаны как бы простым человеком, который навсегда разлучается с ними. Видишь ли, что Он говорит весьма многое по-человечески и приспосабливаясь к их пониманию. Так как они думали, будто в Его присутствии они будут безопаснее. Потому-то Он и говорит, когда я был, я соблюдал их. Но ведь Он же сказал, приду к вам, и я с вами до скончания века. Почему же теперь говорит так, как бы действительно намеревается разлучиться? Это, как я уже сказал, приспособление к их мнению. Для того, чтобы они несколько успокоились, слыша, что Он говорит так и поручает их Отцу. То есть учеников, хотя они ходили, видели чудеса, но верили в то, что это Сын Божий. И что будет далее? Они не верили. Они до конца еще все. Думали, что это царь Израилев, который восстановит величие израильского государства. Уже, как говорится, министерские портфели делили между собой и кому, какой пост занимать, когда он воцарится. Так как они после многих с его стороны утешений не убеждались, то он, наконец, обращается с беседой к Отцу, высказывая сильную любовь к ним. Он как бы так говорил. Так как ты призываешь меня к себе, поутверди их в безопасности, потому что я к тебе иду. Что ты говоришь? Разве сам не можешь хранить их? Конечно, могу. Для чего же говоришь это? Чтобы они имели радость мою совершенную. То есть, чтобы они не смущались, будучи еще несовершенными. Этими словами он показал, что все это говорил так для их успокоения и радости. Иначе слова его представляются противоречащими. Ныне же я не в мире, но не в мире. Так действительно думали ученики. А он приспосабляется к ним. Если бы он сказал, я соблюду их, они не столько поверили бы. Потому что, говорит, отче святый, соблюди их во имя Твое. То есть, Твоею помощь. Когда я был в мире, я соблюдал их во имя Твое. Опять беседует, как человек и как пророк, потому что нигде не видно, чтобы он делал что-нибудь именем Божиим. Аминь. Аминь. Спасибо. Аминь. Продолжение следует...